Приветствую вас и у проблем, которые вы описали, есть два аспекта. Первый аспект условно можно назвать аспект внешним, связан он непосредственно с общением, то есть с тем, как строятся коммуникации, как они выстраиваются, на чем основываются и так далее. Второй аспект заключается в том, что это связано непосредственно с вашими личными переживаниями и завязано как бы на внутреннем мире. Соответственно начнем с более простого, потому что может быть сложный вариант вам даже не понадобится, так как вы говорите, что ваша проблема в не настолько серьезной форме. Во-первых, нужно сказать так, что социофобия, которую вы приводите, вот сама по себе социофобия является заболеванием. И заболевание достаточно серьезное. Но, тем не менее, очень много необщительных людей, которые испытывают проблемы с коммуникацией, проблемы с выражением своего мнения и так далее. И не все эти люди социофобы связаны с тем, в первую очередь, что изначально нам всем, вообще всем людям, присущи некоторые, такие, знаете, легкие формы различных заболеваний. Например, там, маниакальный депрессивный синдром, это, там, сироид, там, допустим, там, шарофреник, это шизоид, ну и так далее. А нет, маниакальный депрессивный синдром, это циклоид, циклоид, это сироид, это, соответственно, стереть. И то, что есть у вас, это ни в коем случае не болит. Да, это страх, страх общения. Но, как я уже сказал, то, от чего он зависит, раскрывается через два аспекта. Первый аспект. Вы писали про игру, про то, что вот пытались выглядеть уверенным, в действительности этого не происходило, и почему вам, собственно говоря, это не помогает. Да потому, что в этом случае вы обращаетесь не к себе самому. И делаете вы что-то не для себя самого. Вы в этот момент делаете то, что, в общем-то, требует от вас ваша цель. А цель – это общение с людьми. Что происходит? Происходит наложение, мотива на цель. Вы хотите общаться с людьми – это ваша цель. И вы мотивируете себя этим. И в итоге происходит проблема. Какая проблема? Происходит программирование. Происходит создание ложного мотива. Потому что то, что является целью, не может быть мотивом. А то, что является мотивом, не может быть целью. Яркий пример можно привести, когда в Советском Союзе использовали в качестве целей счастье, равенство, справедливость. Хотя в действительности это были мотивы. Человека мотивируют на какие-то поступки, желание быть счастливым. Человека мотивируют на какие-то поступки, желание распространить справедливость и прочее. То есть мы поняли, что у вас произошло наложение мотивов на цель и в результате ничего не получилось. По крайней мере не в том качестве, которое вы хотели. Что нужно сделать? Сделать нужно следующее. Следующее. Мотив у вас, он чель ваш. Значит мотив это то, что связано лично с вам. Когда мы говорим про общение, нельзя сразу взять и сказать, вот человек, он обязательно будет общаться наравне со всеми людьми. Для этого нужно быть очень разносторонним. Например, как Ломоносов, который основал МГУ и который в каждой науке, в каждой сфере области науки оставил свой вклад. Но таких людей разносторонних мало. И надо сказать, что смотреть на вещи необходимо более приземленно, понимая, что вы, да и все мы, скорее всего, не сможем быть разносторонними. По крайней мере разносторонними настолько, чтобы чувствовать себя уверенно в общении со всеми людьми. Значит, круг взаимодействий необходимо сузить и сузить до того уровня интереса, который вызывает у вас достаточно серьезный мотив их развивать. Иначе говоря, исходить нужно из того при общении с людьми, что интересно вам. Вообще говоря, мы употребим здесь слово интересный собеседник. Вот интересный собеседник, это означает, что вы интересуетесь тем, о чем вы говорите, что это очень сильно волнует, интересует вас. И во-вторых, вы интересуетесь самими людьми, вы интересуетесь собеседником, вы интересуетесь тем, с кем общаетесь, личностью того, с кем вы разговариваете. То есть, соответственно, задается вопрос. И очень часто общение, которое сводится лишь к тому, что вы употребляете повествовательные, утвердительные предложения. Разговор в такой форме сводится к нулю, потому что, а вот если вы задаете вопросы, если вы интересуетесь человеком, то это мотивирует человека вам отвечать. Это создает у человека ощущение, что его мнение вас волнует, что повышает у него значение, его собственное значение. И этот человек уже инстинктивно будет стремиться к вам, как к тому, кто дает почувствовать его себя значимым. Себя тем, чье мнение что-то значит. Отдельно нужно сказать, что многие вопросы, которые мы задаем, это вопросы достаточно простые. Почему так? А по какой причине вот так и так далее? Люди, собеседники зеркала. Они перенаправляют их вопрос нам, тем самым пролонгируя, продлевая разговор. Таким образом, если вы будете ориентироваться на свои интересы, то есть обычно в таких случаях говорят, повышать кругозор, развивать интеллект, тренировать раторское мастерство и прочее. Вот действительно, из всего этого набора только раторское мастерство может вам помочь. Просто лучше строить свои фразы. Но даже это, совсем не обязательно учить по книжке. Тут достаточно просто понимать, что есть речь внутренняя, а есть речь внешняя. И внутренняя речь всегда, она идет всегда, она является непрерывной. А речь внешняя, она, соответственно, лично составляет часть речи внутренней. Вот если вы перед тем, как что-то говорить, это продумаете, хотя бы взяв, ну вот, знаете, минутку, может быть, надо, чтобы подумать перед этим и сказать, там, может быть, меньше времени, немножко, то есть не будете торопиться, то вы будете говорить четко то, что хотите сказать. Это можно тренироваться, потому что ситуация была хоть разная, но когда люди, вот, торопятся, волнуются, как правило, происходит смешивание. Они не могут выразить всего свою мысль. То есть тут только тренировка. И тренировка, вот, заключается в том, чтобы внимание, вот, из всего массива, внутренней речи, да, высыплять те элементы, которые вы хотите озвучить. Так сказать, выжимку, выжимку из внутренней речи. Дальше. Значит, кроме аляторского мастерства, все остальное, в принципе, для вас не имеет значения. Почему? Да потому что, если вам это не интересно, то вы и не сможете общаться нормально на эту тему с людьми. Например, если мне не интересны автомобили, но я буду о них читать, допустим, то я, конечно, смогу поддержать разговор. Но любители автомобилей, действительно настоящие любители, всегда будут меня опережать. Потому что у них больше мотивации. Им это интересно. Им это важно. Их это волну. У меня нет. Соответственно, собеседники на эту тему, они более активные, чем их я. И более перспективные. Так вот, вам необходимо определиться со своими интересами, со своими хобби, со своими увлечениями. И вот их продвигать для себя. И вот среда, которая связана непосредственно с тем, что вы делаете, и является той, где вы будете встречать потенциальных людей, потенциальных собеседников для общения, потенциальных друзей, может быть, даже девушку. А и вот именно на основании ваших общих интересов, которые одинаково интересуют вас обоих, у вас и будет завязываться разговор. Через вопросы, проявляя таким образом интерес к собеседнику. Итак, это было то, что касается внешнего. Теперь, что касается внутреннего. Здесь немножечко посложнее ситуация. Дело в том, что общение это всегда сопоставление себя с другими людьми. То есть, когда мы общаемся, мы через других познаем самих себя. И неуверенность ваша может заключаться в том, что вы не хотите узнавать себя. Вы не уверены в себе, не уверены в своих ценностях, не уверены в своей позиции, в выбранной вами, может быть, стратегии жизни и так далее. То есть, есть не уверенность в себе. А если есть не уверенность в себе, то ее необходимо убирать. Через что и как? Во-первых, через поиск причин. Здесь мы работаем в двух направлениях. Первое направление – это причины. То есть, где-то как-то у вас, может быть, в родительских отношениях, может быть, в отношениях еще где-то с кем-то. Была вам привита позиция неуверенности в себе. Вы просто не привыкли, допустим, выражать свое мнение, не привыкли, допустим, проявлять себя потому, что вам что-то мешает. Что это? Нужно понять, разобрать, осознать и устранить. Тогда вам будет легче. Можете это, в принципе, сделать самостоятельно, если хотите. То есть, тут можно просто, знаете, такой ключевой момент. Вот ключевой момент – почему вы не уверены в себе? Дальше. Далее следует поведенческая регуляция. Она связана с тем, что вам необходимо уверенность проявлять. Чтобы проявлять уверенность, необходима причинно-следственная связь. Необходима причинно-следственная связь между вашими определенными действиями и результатами. То есть, вы ставите перед собой определенные цели, которые важны лично для вас. Развиваете задачи и задачи эти выполняются. Соответственно, при выполнении задач вы чувствуете, что вы смогли, что вы справились. У вас как бы появляется чувство успеха. И оно помогает вам постепенно обрежать уверенность в том, что вы чего-то достойны, что вы не хотите других. И тем самым вы будете более уверенно себя чувствовать. Что касается игры и поведения, то здесь можно лишь только косвенно сказать так. Если речь идет именно о поведении мужиком, то есть вам хочется вести себя именно как мужчина, то это означает, что изначального образца поведения во сне. Обычный образец поведения – это отец, старший брат, там, друг, может быть, наставник, кумир. Вот этого нет. Так получилось. И кроме того, чтобы понять, почему у вас этого нет и, собственно говоря, по возможности осознать причины, в котором у вас этого не было. Очень важно еще понять такую вещь, что если чего-то не было тогда, то можно это сделать сейчас. И нужно это сделать сейчас. Вот вы не равнялись в своем поведении на кого-то. И вы считали, что не можете этого делать. Значит, в первом случае необходимо такой идеал поведения подобрать. Это может быть любой персонаж художественной литературной, кино, мультфильм, там, певец, актер, что-нибудь такого плана, да? То есть то, что вызывает у вас восхищение. И дальше вы будете стараться этому идеалу поведения следовать, постепенно пропуская этот идеал через призму своих ценностей, через призму своих, так сказать, представлений и автоматически отвергая, преобразовывая некоторые черты этого поведения. И постепенно вы выработаете свой, но на базе, вот, собственно, идеал. И это нормально. Это проходит все, потому что вы не прошли. Дальше. Если вы считаете, что, соответственно, у вас не получится этому идеалу следовать, то следуем сказать так. Что человек по своей природе склонен ставить себе те цели, которые являются, ну, достаточно отдаленными от выполнения. Не умея разбирать эти цели на задачу, не умея правильно строить свою деятельность, такой человек быстро теряет надежду в том, что он сможет добиться своей цели. Соответственно, вам, если есть цель, ну, кажется, что ее достичь вы не можете, ну, не развивать на более приемлемые, приземленные, простые задачи. И вот, шаг за шагом эти задачи выполнять. О задачах я уже сказал, то есть, раньше немножечко, сейчас только добавлю, что выполнение задач для вас, лично для вас, ускорить процент достижения цели. То есть, одно дело, когда человек пытается добиться определенной цели, тратит на это время и ресурсы, и все ее не видит, этой цели не видит, что она выполнила. И совсем другое, когда человек, выполняя задачу, постоянно видит результат от процесса своей деятельности. Это, знаете ли, совершенно другое. Думаю, вот, примерно так можно ответить на ваш вопрос, судя по той информации, которую вы дали. То есть, у вас есть, по сути, два варианта. Первый вариант, второй вариант. И, соответственно, первый вариант попроще, его вы можете самостоятельно использовать, без всякой помощи. А, что касается второго варианта, здесь, конечно, посложнее, потому что для этого у нас с собой информация у вас. Возможно, есть какой-то комплекс, невыраженное переживание, аффективное. Ситуация, которую вы не пережили вовремя, и сейчас она вам портит жизнь. Соответственно, аффективная ситуация, это набор элементов определенных жизненных обстоятельств, которые объединены у вас эмоциональным переживанием. И, когда в жизни вы встречаете какой-то элемент, какое-то обстоятельство, автоматически запускается эмоциональное переживание, и вы оказываетесь в ловушке. Соответственно, в таком случае ищется первичная картина этой ситуации, она заново переживается, разбивается причинно-следственные связи между элементами, и тем самым разрушается комплекс. А в дальнейшем, когда комплекс будет разрушен, корректируется поведение уже исходя из новых реалий и новых целей. То есть тут еще важна привычка. На этом все. Надеюсь, что вам помог. Если что, пишите еще, помогу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok